Музыка Передать слово нашим партнерам, которые представляют швейцарский бренд, который тоже с нами многие годы, многие сезоны и постоянные участники нашей недели моды. Это бренд Протайм Рус. Этот бренд возник фактически Протайм Рус на этой площадке, в ювелирном доме Эстет, потому что именно здесь было образовано российское представительство международной компании Протайм Рус. Так что про швейцарские часы, про часовые тренды этого сезона и прочие удивительные вещи мы узнаем прямо сейчас. Я думаю, что презентация уже готова и с удовольствием я передаю слово бренд-менеджеру компании Протайм Рус Юлии Ивановой. Наша компания, как Владимир сказал, действительно основана при партнерском участии компании Эстет. Мы занимаемся дистрибьюцией нескольких швейцарских часовых брендов в России, их развитием и продвижением. И сегодня хотелось бы с вами поделиться тенденциям именно в часовом швейцарском бизнесе, что сейчас происходит. Ну, вы согласитесь, что часы и мода уже давно неразрывно следуют друг с другом, потому что часы являются ключевым образом в формировании образа моды, особенно мужчин, поскольку у них, к сожалению, наверное, не такой большой выбор ювелирных украшений, как у женщин. Хотя и на сегодня женщины также уделяют большое внимание часам, не только серьгам и кольцам и брошам, но часы также являются полноценным аксессуаром ювелирным. Поэтому мы уже много лет являемся спонсором и партнером Эстет Fashion Week. Мы очень рады этому партнерству, это большая честь для нас. Поэтому часы и мода всегда друг друга продвигают, и это очень здорово. Ну, ключевое событие для часового мира – это выставка «Базель Волт», которая проходит весной по традиции в Швейцарии. Она как раз вот закончилась два дня назад. Мы с нее только что вернулись, и, конечно же, ключевые тренды хотелось бы озвучить для вас. Ну, первым стал новый цвет для часового мира – зеленый. Мы говорим, что зеленый – это новый синий, потому что последние где-то три года законодателем моды был именно синий цвет. Все бренды делали практически все синее – циферблат, ремень, какие-то аксессуары. То есть он бил все рекорды по продажам и по востребованности. В этом году это зеленый цвет, потому что многие марки от Rolex до Шапара, и в том числе бренды, которыми мы занимаемся, представили ряд моделей в зеленом цвете. В частности, вот модель Хили Хронограф, лимитированной серии от Фредрик Констант, или, например, мануфактурный Волтаймер. Как вы видите, здесь и ремень, и циферблат, выполненные из классического зеленого цвета, который, кстати, также является и корпоративным цветом бренда. Ну и вторая, наверное, главная особенность этой выставки Базиль Волт стало еще большее развитие темы «Умных часов». На сегодняшний день уже практически все бренды включили в свои коллекции «Умные часы». И Фредрик Констант, опять же, здесь является законодателем моды, потому что они были первым швейцарским часовым брендом, кто представил «Умные часы» в 2015 году в своей коллекции. И в этом году состоялась феноменальная эпохальная премьера, потому что была представлена модель «Гибрид». Это сочетание механических часов и умных функций. То есть Фредрик Констант стала первым брендом, который объединили классическую механику с автоподзаводом и «Умные часы». То есть это механика, которая синхронизируется со смартфоном. В принципе, внешне вы даже не сможете сказать, что это «Умные часы», потому что целью марки было оставить часы классическими часами, чтобы вы могли их носить долгое время и, как и ювелирные изделия, потом передать по наследству своим детям и внукам. И эти часы сочетают в себе три характерные особенности. Первое – это классический мануфактурный калибр механика с автоподзавода. Второе – это «Умные функции», синхронизируемые. В частности, встроенный модуль в часах следит за тем, как вы двигаетесь и как вы спите, и передает все данные в специальное приложение в смартфоне, более развернную подробную информацию дает. И третий элемент – это встроенная аналитика в часах. Это специальный сенсор, который следит за тем, как работает механический калибр. К сожалению, на экране здесь не очень видно, но приложение выдает три основных параметра работы механизма. Это точность хода, амплитуда баланса и ошибка выкачки. Это характерные три параметра, которые проверяются часовщиками при анализе часов при сервисе. И, соответственно, этот специальный сенсор информирует пользователя о том, как живет, как чувствует себя калибр. То есть, если что-то в часах не так, то пользователь может обратиться в сервисный центр. Но Фредерик Констант уверен в качестве своих механизмов, поэтому они эту информацию открывают потребителю. Ну вот несколько моделей из ассортиментного ряда этих часов. И, кроме того, поскольку умный модуль, скажем так, модуль аналитика, он, естественно, действует от элемента питания, который нужно подзаряжать, то для удобства пользователя часы поставляются в специальном подачном комплекте, в коробке, который также является и подзарядкой часов, и также вайндер, который подзаводит часы, когда вы снимаете их на ночь. И, соответственно, ассортиментный ряд в России планируется где-то с июня, с июля у часы будут уже 30.